Спасибо большое, Ирина Альбертовна, за приглашение. Я рада всех приветствовать. И мой доклад действительно посвящен дерматологической токсичности ингибиторов и GFR. Это действительно взгляд онколога на эту проблему. Да, я являюсь практикующим клиническим онкологом и дерматологом, поэтому постараюсь осветить взгляд онколога. Но первое, что, конечно, хочется сказать, что патогенез кожной токсичности при использовании GFR-ингибиторов, он отличается от патогенеза вульгарных акм. Мы знаем, что имеются высокие уровни GFR на недифференцированных кератиноцитах. Ингибирование мишеней GFR приводит к тому, что рост кераницитов и дифференцировка останавливаются. И высвобождение большого количества провоспалительных цитокинов вызывает миграцию большого количества воспалительных клеток и вызывает апоптос. Таким образом, у патогенеза GFR-индуцированной кожной токсичности в основе лежит асептический фолликулит, в отличие от вульгарных акм. И впоследствии уже нарушение защитного слоя, истончение эпидермиса приводит к тому, что проникновение инфекции, конечно, приводит к присоединению инфекции и развитию дальнейшего воспаления у пациента. Конечно, GFR-сигнальный путь для нас – это привлекательная мишень в онкологии. Мы знаем, что гиперспрессия GFR наблюдается при нескольких столенных образований. Ну и рациональная мишень для использования в лекарственной терапии – это, конечно, кулерактальный рак, опухоли головы шеи и немного клеточный рак легкого. На сегодняшний день у нас есть два класса GFR-ингибиторов – это моноклональные антитела, которые взаимодействуют с внеклеточным доменом, и малые молекулы, внутриклеточные ингибиторы, которые взаимодействуют уже с серозенкинатной частью рецептора. Частота кожной токсичности при изменении монокональных антител достигает практически 90%. Поэтому мой доклад будет сосредоточен на монокональных антителах, хотя применение малых молекул тоже сопровождается высоким риском развития кожной токсичности. Это тоже, конечно, немаловажно. Акнеподобная сыпь – это, конечно, самая первая и самая частая токсичность. Токсичность, да, она возникает, я уже сказала, практически 60-80-90% пациентов, и возникает она в очень ранние сроки, практически на первом месяце терапии. Локализуется она при преимуществах кожных покровов с наличием сальных желез, да, и это такие кожные покровы, которые у нас располагаются в зоне лица, кожи головы, шеи, верхней части спины и груди. Мы традиционно в своей клинической практике, да, стадируем и градируем кожную токсичность по степням токсичности согласно СТСИАЕ. И мы знаем, да, что степень зависит от поражения, от площади поражения кожных покровов, от тех симптомов, которые сопровождают кожную токсичность. Это зуд, болезненность, выраженность эритема. И, естественно, нарушение жизнедеятельности, функционирования, самообслуживания и развитие суперинфекции является самым, конечно, грозным осложнением и самой большой степенью токсичности. Ну и, естественно, конечно, нам не надо забывать, что у нас есть специальные инструменты для определения площади поражения кожной сыпью. Как правило, мы используем правило девяток, да, мы видим, что у нас все тело поделено по принципу девяток. И если, конечно, мы видим у пациента поражение всей площади кожных покровов спины, груди и кожи лица, то, конечно, такая токсичность уже более 30%, нами расценивается как третья степень или серьезная токсичность. Либо имеются другие методики, метод Долинина, который делят, да, пропорционально секторам каждый сектор 1%, либо метод Ладони, который тоже довольно активно в клинической онкологии очень многие используют в своей практике. Опять-таки, да, у нас есть и объективная возможность оценить окнеподобную сыпь. У нас есть такая шкала ВОМО, которая учитывает вовлечение степень поражения кожи тела, вовлечение степень поражения кожи лица, а также интенсивность проявлений, интенсивность эритема, распространенность, наличие, да, элементов. И каждый из указанных факторов, да, он выносится в баллах и используя итоговую оценку. Мы можем субъективно по шкале оценивать кожную токсичность на каждом этапе лечения. Кроме того, да, обычно, рутинно мы этого не используем, но все-таки у нас разработаны, и они доступны. Опросники по качеству жизни пациентов с дерматологической токсичностью, они используются уже очень давно, состоят они из 10 вопросов довольно-таки легких для интерпретации пациента. Оцениваются они за последнюю неделю, они доступны на многих ресурсах, на дерматологических в основном. И я напомню, что вот эта шкала, она наиболее часто используется для оценки кожной токсичности, для оценки качества жизни пациента на фоне ингибидеров и GFR. Во многих рандомизированных исследованиях ее можно увидеть, ее можно оценить. Ну, каково же влияние кожной токсичности, да, на качество жизни пациента и режим дозирования? Ну, во-первых, да, хочется сказать, что если мы посмотрим на большое количество исследований, 117, в которых включено более 9000 пациентов, которые получали ингибидеры и GFR, все-таки не было зарегистрировано ни одного случая, ассоциированное с эпью смерти, да, что говорит, что все-таки, да, это явление, оно относится к контролируемому. Иногда трудно контролируемому, но все-таки. 41%, конечно, испытывают выраженный психологический стресс, наверное, с этим согласятся те врачи, которые используют препараты в рутинной практике. Мы знаем, что практически 47% пациентов в той или иной степени избегают выходить из дома. Мы знаем, что, конечно, коррекция кожных осложнений – это то финансовое время, которое ложится на плечи пациента, оно не такое уж маленькое. Кроме того, да, конечно, кожная токсичность зачастую, да, пугает и врачей, которые проводят терапию, и вот по данным исследования 32% онкологов отменяют терапию, 60% редуцируют, а в 76% случаев либо пропускаются, либо редуцируется доза препарата. Конечно, когда у нас есть такая вот выраженность токсичности, у нас есть разные препараты, нам хочется узнать, одинаковые или по-разному эти препараты могут вызывать дерматологическую токсичность. У нас есть исследование третьей фазы аспект, который сравнивало прямое сравнение по нетуумабу и цитоксимабу, и на этот вопрос нам был дан ответ, что токсичность у них сравнимая, да, и нет никакого приоритета у какого-то из препаратов. Но если мы возьмем 38 исследований, опять-таки, да, обзор и метаанализ данных, то результатом этого метаанализа был, что цитоксимаб был связан с меньшей кожной токсичностью третьей-четвертой степени, однако, да, они немного чаще вызывают акноподобную сыпь, чаще выпад пронихий, но реже вызывают кожные трещины и выраженной сыпи. Но в целом, конечно, токсичность у этих препаратов, она довольно сравнимая, преимущество какого-то препарата отдать сложно. Но чем мы можем порадовать саму пациента, это, естественно, да, информация, которую она уже давно используется, тем, что, конечно, степень дерматологической токсичности, она зачастую коррелирует с эффективностью антиджипертерапии. Если мишень заблокирована, то она заблокирована не только в опухоле и в коже, поэтому возникновение кожной токсичности по данным метаанализам, она коррелировала как с общей выживаемостью лучше, как с лучшим объективным ответом, так и с лучшим временем запрогрессированным. То есть в целом, конечно, разговаривая с пациентом во время такого сложного периода, его можно, конечно, мотивировать тем, что, скорее всего, мы ожидаем хороший ответ на этот случай. Вторая мотивация для пациента – это, конечно, высокая эффективность терапии ингибиторов и GFR. Мы на сегодняшний день знаем, что использование три плетов вместе с GFR-ингибиторами позволяет нам добиться на сегодняшний день объективного ответа практически в 90%. Это очень большие цифры, и мы можем достичь резектабельности пациентов в 30% случаев. Эти пациенты, которые потенциально могут быть излечены. Для пациента, конечно, это очень мотивирующая информация. Но кожная токсичность, да, мы с ней встречались в этих исследованиях, она составила 15% в 3-4 степени, но тем не менее. Кроме того, есть такое исследование, которое нам говорит об отношении пациентов к кожной токсичностью. И здесь у пациентов задавался вопрос, что если у вас была бы альтернатива более эффективной лечебной опции, которая сопровождалась бы тяжелой кожной токсичностью, согласились бы на это лечение. И дальше пациенту давали на выбор токсичность. Риск токсичности стало 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. И вот результатом этого исследования было то, что большинство пациентов, 70% пациентов, смирились бы с более серьезной кожной токсичностью, если бы она была бы ассоциирована с более эффективной терапией. Это тоже важно. Ну и, конечно, эти данные не транслируются в нашей клинической практике. Я привожу пример лечения пациента с ингибиторами GFR в первой линии. Вы видите на данных к этой снимке, что мы видим значительный регресс опухоли, практически 50%. Мы видим токсичность, но 14 дней принятого маба, в принципе, позволяет сохранять хорошее качество жизни у пациента. Мы видим эффективность препарата и в третьей линии. Это пациент, который получал уже третью линию терапии с ингибиторами GFR. Мы видим также значимый эффект. Мы видим присутствие кожной токсичности, но мы видим эффективность нашего лечения. Если мы посмотрим обсервационные исследования, что нам говорят те исследования, которые уже идут в реальной технической практике, то наибольшее количество пациентов, 60% пациентов, терматологическая токсичность действительно является очень ранним симптомом. и появляется на 15-й день. Пик токсичности приходится на второй месяц терапии, а ее снижение на шестом месяце. Это нам дает ориентировочную информацию о длительности лечения терматологической токсичности, которую мы можем планировать у пациента. И в этом обсервационном исследовании кожная токсичность как фактор прекращения лечения был отмечен у 8% пациентов, что в целом, конечно, гораздо меньше этих цифр, с которых я начинала. А срочка дозы или корректировка дозы, она использовалась в основном на третьем, на четвертом месяце терапии, когда дерматологическая токсичность достигала своих пикновых значений и проводилась у четверти пациента. Ну, конечно, да, для того, чтобы нам полностью реализовать всю пользу индивидуальную терапию, чтобы нам лечить пациента долго и хорошо, надо, конечно, думать о предупреждении своевременной коррекции дерматологической токсичности, чтобы улучшить качество пациента. И, конечно, это будет выигрыш не только для пациента, но и для того доктора, который проводит эту терапию. И актуальность этой проблемы, проблемы лечения, проблемы профилактики дерматологической токсичности, она очень высока. Вот готовились доклады, я смотрела публикации, конечно, да, и мы видим, что с 2007 года по 2021 год количество публикаций критично нарастает, да, большое количество исследований, реальной клинической практике посвящено этой теме. И на сегодняшний день мы уже имеем рекомендации для лечения угревитной сыпи. И мы знаем, что при наличии актеподобной сыпи первой и второй степени мы не должны прерывать терапию ингибиторами GPR, но можем назначать антибиотики для местного применения, мы можем назначать системные антибиотики, мы можем назначать тупическое применение стероидов, мы можем, естественно, должны привлекать дерматологов в решение нашей проблемы. Уже при третьей степени токсичности, да, мы должны, конечно, прерывать терапию ингибиторами GPR до ее разрешения, рассмотреть уже вероятность применения внутривенных антибиотиков, рассмотреть возможность применения комптикостероидов и, естественно, конечно, работать в плотной связке с дерматологом. Но, конечно, профилактика в этом случае крайне важна, я чуть позже об этом скажу, и такое простое применение увлажняющих средств, средств солнцезащиты, использование заменительным мылом и, конечно, более широкое использование профилактического приема антибиотиков должно быть использовано более широко, потому что у нас большое количество уже рекомендаций на сегодняшний день присутствует, но, к сожалению, есть довольно низкая приверженность пациентов к этим методам лечения, и мотивация пациента, и повышение его приверженности, конечно, это самый главный ключ в успехе в борьбе с дерматологическими осложнениями. Исследований по профилактической терапии, кудротоксичности их довольно много, но одно из них, фандомизированное, которое мы уже имеем с 2010 года, исследование СТЭП для применения четырех методов, это увлажняющий крем, это локальные стероиды, гидрокардиозоновая масса, это применение двухсициклина, два раза в день, это солнцезащитный крем, который начинался у пациента либо до начала терапии, либо в день применения первой дозы моноконального антитела, анти-ДЖФР, приводило к тому, что частота сыпи не становилась меньше, но вот тяжесть термотологических проявлений, а именно токсичность более чем второй степени, возникала гораздо реже. Это было подтверждено в очень многих исследованиях, то было исследовано исключением европейской популяции, есть такое же исследование G-STEP с исключением японской популяции, которое говорило точно так же, что кумулятивная частота кожной токсичности через 6 недель после начала терапии. Она была 18,6 в группе с профилактическим применением препаратов по сравнению с высокой токсичностью в группе, когда уже лечение назначалось по факту возникновения кожной сыпи. Кроме того, конечно, изучаются вопросы, мы знаем, что у нас пациенты традиционно не любят принимать инфектики, и длительно тем более. Есть исследования, которые сравнивали альтернативу замены двухсициклина на местное нанесение эритромицина, и результатом этого исследования, которое было проведено на фоне лечения полурокального рака препаратов инфектикума, показывает нам, что местный эритромицин не следует рассматривать как альтернативу к суциклину для предотвращения кожной токсичности, связанной с GFR. Кроме того, другие все методики. У нас очень много различных профилактических мер, которые помогли бы нам. Ну и наиболее ранние наблюдения показывали, что местное применение кремов или любых средств с витамином К могут предотвратить, либо уменьшить актеподобную сыпь, вызванную GFR. Ну вот исследование второй фазы, модернизированное исследование, да, нам показало, что нет пользы использования крема с витамином К при актеподобной сыпи, вызванной цитоксимабом, ни профилактического, ни терапевтического эффекта отмечено не было. Но другое исследование, которое было в 2018 году, и в 2018 представлено, тоже не достигло своей первичной и конечной точки, а именно уменьшение кожной токсичности более, чем второй степени. Но имелась тенденция к менее выраженной кожной сыпи у пациентов, получающих витамин К. И постскок анализ, да, он показал, что выраженность кожных проявлений была меньше у женщин, получавших витамин К, начиная с пятой недели. Поэтому на сегодняшний день для этой популяции пациентов, именно для женщин с пятой недели терапии, это может быть рассмотрено как дополнительная опция. Как меняется наша реальная клиническая практика? Конечно, она меняется. Если мы посмотрим исследования, которые у нас были в 2012 году, там лишь четверть пациентов получала профилактику кожной токсичности. А если мы посмотрим исследования уже с 2017 года, то мы видим, что процент пациентов, получающих профилактическое лечение, повысился до 50%. Недавно тоже было опубликовано исследование опроса как врачей, так и пациентов. Это было европейское исследование, где было показано, что 90% медицинских работников рекомендуют назначение профилактической терапии при применении GFR-индивидуа. Тем более, что на сегодняшний день у нас есть прекрасные памятки, разработаны рекомендации, которые доступны, они доступны для любого клинического онколога, они доступны для пациента, хотя мы в своем центре, допустим, при применении назначения GFR-терапии всегда распечатаны, они доступны в разделе «Библиотека» и могут быть использованы объективно в каждом дне нашей практике. И, конечно, только в том случае, когда мы имеем трудноуправляемую токсичность, токсичность больше, чем в третьей степени, это более чем 30% поражения кожных покровов или имеющие признаки суперинфекции, мы прерываем терапию ингибитора и GFR, и если это первый случай возникновения такой токсичности, то после улучшения и снижения степени интенсивности проявлений мы возобновляем инфузию в той же дозе, без редукции. Первый раз, в случае токсичности, не нужно спешить редуцировать дозу препаратов. При возникновении второго случая такой же токсичности мы опять-таки прерываем или пропускаем введение препаратов, добиваемся улучшения и снижения интенсивности и возобновляем инфузию ингибитора и GFR уже в 80% дозе, то есть проводим инфузию дозы но сначала все-таки до 80%, потому что в очень многих случаях, это тоже в данной реальной клинической практике, показывали, что физические онкологи стремятся сразу нужно на 50% редуцировать дозу, что не является верным подходом. И когда уже в третий случай у нас происходит проявление такой же выраженной токсичности, мы уже после разрешения редуцируем до 60% и при проявлении на всех наших мерах, как и лечебных, в четвертый раз в случае токсичности более чем в третьей степени мы, конечно, прекращаем введение препаратов. Или другой повод для прекращения терапии, это является, конечно, токсичность, которую мы не можем разрешить в течение трех недель до клинически незначимой менее чем второй степени токсичности. Ну, конечно, лучшее лечение это все-таки профилактика. Я знаю, что в сессии будет сейчас доклад в клиническом случае по посвященным лечению, поэтому мне больше хотелось остановиться на профилактике, потому что обучить пациента, это на самом деле разговаривать с ним не очень сложно, если ему объяснить, что принимать душу за теплую воду, если лучше заменить гель для душа маслом для душа, если лучше пользоваться ежедневно, выходя на улицу солнцезащитным кремом с высокой степенью защиты, если вечером пользоваться увлажняющим кремом и применять топические кортикостероиды, гипертизоновая мать на сегодняшний день доступна широко, если ее применять на те зоны, где наиболее вероятно развитие кожной токсичности это лицо и верхняя часть в будущем, грудь и спина, ну и назначать антибиотики, на сегодняшний день антибиотиком выбора является доксициклин, который мы назначаем пациенту в профилактике и сохраняем это назначение в те самые пиковые, в то время, пока наиболее вероятное развитие кожной токсичности, потому что, к сожалению, отношения очень многих пациентов негативны по степени длительности применения антибиотиков, но надо помнить, что длительность использования доксициклина исследована в очень многих из протоколов, не только посвященных онкологии, мы знаем, что доксициклин используется и для профилактики малярии, и для профилактики диареи. Очень много исследований нам пришло из военной индустрии, где было показано шестимесячное использование, четырехмесячное использование антибиотикой профилактики, которое несло за собой не такой большой процент серьезных нежелательных осложнений, основные серьезные нежелательные осложнения, это, конечно, были жуточекишечные освожнения и фоточувствительные. Надо предупреждать пациента, что на фоне терапии профилактики длоксициклин куточувствительность кожи меняется, чтобы, конечно, тоже по его самому необходимой степени защиты. Поэтому, конечно, завершая сфотоклаты, резюмирую с тем, что начинать надо все-таки с обучения пациента, с правил профилактики кожной токсичности, своевременно и правильно принимать как методы лечения, так и методы управления с дозой, знать, что все-таки вторая степень токсичности – это не повод отменять препарат, это повод пациента наблюдать более тщательно и назначать ему терапию согласно имеющимся рекомендациям. И все-таки знать, что более эффективная опция для наших пациентов – это очень значимый вклад в достижение хороших результатов лечения. Поэтому, если правильно и грамотно разговаривать с пациентами, то многие из них готовы пережить эту токсичность, чтобы получить значимый лечебный ответ. Ну и завершая доклад, я хочу все-таки пожелать нам, чтобы такие пациенты с такой токсичностью, которая является, конечно, для них психологическим стрессом, ну не только для пациента, это психологический стресс, когда открывается перезапой такой пациент, и для доктора, чтобы такие пациенты нам встречались все-таки реже, чтобы профилактическое лечение занимало рутинное место в нашей ежедневно-клинической практике. И я благодарю за внимание, если будут вопросы, то я с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое. Спасибо.